друзья всем привет уже прошло полтора месяца да наверное может два как я ничего не выкладывал схожу сразу с нами все хорошо ничего не произошло у нас все в порядке все живы-здоровы мы все там же живем все так скажем реально все хорошо почему они выкладывал видео на это есть одна причина это объявление войны путиным скажу сразу что я не считаю это никакой специальной операции это реально настоящая война против у наших соседей украинцев это реально очень печальная история грустно и эта история абсолютно сильно выбило меня из колеи эмоциональная неделю наверное просто не мог поверить в то что вообще происходит и я против этой войны абсолютно против этой войны это коварно и ужасно со стороны путина со стороны российских властей со стороны российской армии нападать на соседнюю страну по абсолютно каким-то надуманным причинам нацисты там убивают русских я сразу скажу друзья что я отключу комментарии под этим видео потому что в интернете так достаточно много сейчас перепалок возникает межнациональная рознь до вражда за счет интернета во многом поэтому комментарии отключу все те кто со мной не согласен могут просто от меня отписаться и больше меня не смотреть все те кто согласен ну можете поставить лайк как бы я не прошу сейчас ничего это просто мое мнение сейчас скажу то что я думаю по всему этому поводу ситуация очень страшная гибнут мирные люди гибнут дети гибнут военные с обеих сторон гибнут огромное количество людей надуманный предлог про нацистов как я считаю это абсолютно глупая история для кого ее придумали я не знаю за последние годы количество даже тех же смертей из-за конфликтов военных которые происходят с 2014 года до на границе с ныне днр и лнр хотя это украинские границы да то есть конфликты происходят происходили до до начала войны но количество смертей близилась к нулю то есть там за последние годы это буквально там 3-5 человек и я никогда не слышал никаких таких ужасных историй о том что там издеваются над русскими да говорят язык в российский убирают пытаются нациализировать украинский что везде только на украинском ребят извините это украина почему мы как бы в россии русский язык хотя у нас огромная многонациональная страна есть и якутия и бурятия и другие сна дагестан все что хотите огромное количество у нас национальности у нас язык какой основной русский все правильно поэтому но это глупо я считаю что то что путин пытается геноцифицировать украина но это смех просто смех я не понимаю страна просто сейчас гибнет под бомбежками под всем этим натиском российских войск хотя опять же очень печальная история образовалась потому что в принципе российская армия одна из самых мощных в мире да как считается в целом мировом сообществе там наравне там с америка и так далее но сейчас российская армия показала что она не может ничего абсолютно ничего не может противостоять в россии нет ничего кроме ядерного вооружения которое создали в советском союзе перебили меня звонком закончила говорить о том что на том что в россии нет вооружения которым путин так громко говорит по телевизору я не удивлюсь даже если этого вооружения действительно вообще нет и в россии и путин сам не знает о том что этого вооружения нет дети танки которые о которых так кричали армата где флот российский его просто нет где новейшие истребители война ведется на украине старым абсолютно вооружение нового ничего нет возможно есть какие-то ракеты новые вот тут это может быть есть остального нет ничего утопили флагманский крейсер с передовым вооружением самым передовым пво просто утопили ударами нескольких ракет даже соловьев пропагандист ярый пропагандист который просто тошнит от него говорит о том что как можно было потерять флагманский крейсер и опять же вы если почитаете о крейсере флагманский он в каком году был построен это древняя посудина уже которые просто перевооружили а нового ничего за это время не построили россии нет вооружения потому что деньги все украли правительство ворует деньги на всем даже на оборон на оборонке да на обороне страны и сейчас на украине это показали что нет стране войны армии нет армии нет вооружения нет ничего я хочу дальше сказать то что весь мир не просто так отвернулся от россии и говорит о том что это то что делает россия это плохо да все страны вот америка в том числе не самая лучшая страна которая там божий одуванчик да никогда ни на кого не подал они когда никого не бомбила но россия всегда была той страной которая никогда не нападала 1 то есть в россии всегда водила какие-то войска в страны и там пыталась как-то предотвратить конфликт или наладить свои интересы да но никогда не было такого что россия под какими-либо предлогами нападала на другую страну тем более на украину это соседи наш путин говорит о том что нато вот запугали по телевизор о том что нато украина войдет в нато нато ведет туда свои войска и так далее и тому подобное друзья рядом европа с другой стороны аляска какая разница сколько ракета будет лететь на минуту больше или нет это все надуманный предлог сейчас украина теперь собирается вступить в нато да потому что ускоренный процесс ведут потому что ну извините напали теперь вражеская россия напала ближайшие страны которые хотят теперь защититься от россии теперь все страны которые не были в нато стремятся в него вступить чтобы получить защиту вот и все это это об этом путин говорил о том что отодвинуть нато от границ россии это глупо все сейчас спрашивают а почему вам вы молчали 8 лет когда убивали детей на украине почему вы молчали друзья а почему вы молчали почему не дали вернее даже всем тем кто хотел дали российское гражданство дали возможность переехать и жить в россии всем кому не нравится на украине всех кого якобы притесняют абсолютно легально могли попасть и продолжить свою жизнь в россии и быть защищенными в россии да от того что происходит якобы на украине но этого не сделали все получили российское паспорта продолжили жить там получали пособие в россии получали пенсии и пенсии в россии и украине и так далее то под тому подобное то есть всех все устраивало это надуманные предлоги никакой никаких нацистов не существует возможно они есть но это же не все люди это у нас стране полно таких же страшных людей которые притесняют по национальному по любому по половому по какому хочешь признаку это так не работает нельзя лезть чужую страну я убивать людей в чужой стране вы разберитесь сначала своей стране сделайте так чтобы уровень жизни был настолько высок чтобы украина захотела приблизиться приблизить свою уровень свой уровень жизни не к европе а к россии но этого нет россия нищая нет ничего не производим ничего сейчас ввели пакет огромные санкции и что в итоге оказалось гвозди мы не делаем но делаем малых количествах остальное все покупается в китае бумагу печатную для офиса мы не можем делать у нас нету отбеливающего компонента он покупается за границы все автомобильные заводы встали автоваз встал сейчас вот на нынешний момент да когда я записываю это видео вышла новость о том что автоваз выпустил не выда по-моему не вы точно не буду говорить по моему него упрощенных комплектациях без abs без подушек безопасности правительство россии заразрешило выпускать автомобили с классом евро ноль потому что мы не можем сделать катализатор россия не может сделать катализатор вот к чему привел путин за 20 лет своего управления в стране нет ничего есть только газ нефть и лес который продается в китай все все мы все продаем все сырьевые но внутри страны ничего не делаем нет ничего не автопрома почему у нас единственный российский автопроизводитель автоваз который 20 лет ничего не может сделать который работает за счет государства не за счет личных продаж почему в других странах огромное количество автомобильных марк в россии нет наверное потому что правительство не дает наверное потому что выгоднее развивать свой бизнес за границей это печально нужно посмотреть сначала у себя навести у себя порядок сделать свою страну своих людей богаче то что как живут пенсионеры как живет средний класс и каков процент среднего класса в стране это вообще страшная цифра это ужасно нужно начинать себя начать просто внутри страны сейчас самое страшное что происходит это пропаганда из телевизора друзья не смотрите телевизор или хотя бы для того чтобы составить какое-то свое мнение посмотрите вы другие источники посмотрите о чем говорят за границей посмотрите о чем пишут в телеграм-каналах в различных я не говорю о том что везде правдивая информация огромное количество фейков вокруг ходят но самое главное что нужно понимать то что российское телевидение абсолютно и полностью подвержена проверки государства то есть все что говорит российский телевизор это говорит государство а государство будет говорить своих интересах чтобы народ как говорят сейчас россияне сплотились перед чем сплотились россияне перед яхтами которые украли вот флота нет зато во владивостоке сейчас стоит просто охереть какая дорогая яхта наших олигархов это вот что вот на нее пушки ставьте пусть она защищает границы россии а флота нет зато яхты есть это как вообще космоса нет ничего нет ничего не осталось стране нужно понимать что из новостей вам скажу только то в чем заинтересовано государство то что сейчас происходит вот это вот буквы z буквы в то что происходит в школах о чем говорят где даже детские сады детей выстраивают от этой буквой z друзья вы понимаете вообще что происходит это вы посмотрите вообще его какие-нибудь исторические ролики о фашистской германии вообще какие символы какие вообще какая агитация была что вообще происходило когда так скажем фашисты начали завоевывать мир и убивать евреев так далее это ну как бы немножко страшно выглядит то что сейчас делают россияне которые сплотились и то что вот было во вторую мировую войну да многие сейчас вернее немногие их совсем мало осталось наших ветеранов которые защищали россию они просто в шоке от того что россия напала на украину под выдуманными предлогами то есть они ну как бы не для этого защищали российские границы совместно даст со всеми славянскими с теми же украинцами не для этого защищали от фашистской германии страну чтобы потом пролить кровь и быть в этом виноватым это страшно я не поддерживаю это войну я против войны я против путина я против нынешней власти которая абсолютно полностью коррумпирована я против телевидения российского которая полностью уничтожает мышление российского народа люди перестали думать люди верят только телевизор это страшно я хотел бы еще сказать немножко про украинцев с 2014 года украина действительно не скажу что многие украинцы да но часть украинцев стали ненавидеть русский это отчасти оправдано потому что в 2014 году украина у россия украина отобрала крым с учетом того что выборы у нас стране абсолютно нелегитимные как независимый наблюдатель могу сказать о том что все выборы в россии фальсифицируются очень жестко очень страшно тем более с учетом того что в этом году ввели дистанцион электронное голосование на абсолютно все выборы и на те парламентские выборы к на которых я был независимым наблюдателем там тоже было электронное голосование за счет которого и победила единая россия и там было страшно вообще представление но как видите людям все все окей и соответственно что можно говорить о легитимности референдумов крыма я ничего не хочу сказать выборы точно нелегитим на стране из 2014 года когда днр лнр то же самое все произошло да то есть отделились от украины ну почему украинцы должны уважать русских и там говорить братья да как бы вы извините треть страны оттяпали но опять же я хочу сказать немножко так скажем ложку дегтя да то что сейчас сейчас я вижу после нынешней ситуации то что украинцы перестали разделять людей и русских которые поддерживают власти которые против власти то есть и украинцы которые и русские которые против власти они сейчас так скажем немножко попадают под шквал негатива как будто мы поддерживаем это вот так скажем не совсем приятная история очень много россиян и я рад что очень много россиян все-таки против этой войны и против власти и против того чтобы политические заключенные сидели в тюрьме тоже опять же по надуманным предлогам сейчас огромное количество людей задерживают просто по любым причинам и пришивать дела абсолютно любые страшные это вообще неправильно и люди сейчас боятся просто выйти на улицу и сказать что-то против вы измените меня украинцам и на улицу сейчас выйти нельзя потому что просто бомбиться страшно так вот я хотел бы сказать да то что действительно сейчас украинцы немного обозлины на русских это понятно хотелось бы сказать что очень много россиян против войны поэтому не нужно немножко разделять и понимать что не все поддерживают этот режим то что сейчас происходит я не знаю чем это закончится это все очень страшно страшно очень долго и я хотел бы сказать одно друзья война это всегда плохо не поддерживайте войну не поддерживайте надуманные предлоги топите за мир давайте думать о будущем нашим и о будущем вообще всего мира потому что эта война подвергает риску все человечество что там на уме власти просто страшно представить поэтому я против войны я за свободу политзаключенных всем добра всем мира всем здоровья и друзья еще раз скажу не молчите не поддерживайте войну и тогда все будет хорошо всем пока что все как и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...